Инфопресс Здравствуйте, в эфире программа Инфопресс, о чем сегодня пишут газеты и что обсуждают в блогах, расскажу вам я, Игорь Рысев. Инфопресс Огонь Олимпиады в России потух, ненадолго, правда, но все же показательно. Не можно было бы просто сослаться на безалаберность русскую, так ведь нет. Появились даже совершенно серьезные оправдания, что, дескать, зажигалка, от которой подожгли факел заново, содержит чуть ли не аутентичный олимпийский огонь и привезена из самой Греции. Между тем, как пишет газета «Репортер», в Кирове нашли свою причину инциденту. Олимпийский огонь, зажженный по языческому ритуалу, погас, когда его пронесли через Пасскую башню Кремля, где сейчас находится икона Спаса Нерукотворного, привезенного в Москву для поклонения изрядки, написал кировский священник Петр Машковцев на своей страничке в соцсети ВКонтакте. По его мнению, гася Олимпийский огонь, вятские святыни защищают русскую землю от языческого безумия. Только вот думается, как-то очень уж робко они ее защищают, да и поздно опомнились. Инфопресс Сильная личность в России сама себе принадлежать не может. Уже в который раз Сергею Солодовникову приходится отбыкиваться от губернаторского поста. Так, начальник областного МВД заявил в интервью российской газете, что не любит говорить о своих планах, однако отметил, что политических амбиций у него нет. С другой стороны, правильно говорят, что если ты не занимаешься политикой, она займется тобой в итоге обязательно, будь ты даже начальник у МВД. Инфопресс Дороги в России такие, какие в идеале должны быть мужские носки. Одноразовый. Как пишет газета «Вятский наблюдатель», это, к примеру, совершенно устраивает администрацию синегорского сельского поселения. В июле прошлого года местные власти заключили контракт на выполнение работ по ремонту одной из улиц. Однако, как показала проверка, проведенная прокуратурой совместно с представителями ГИБДД, на сегодняшний день отремонтированный участок дороги вновь нуждается в проведении ремонтных работ. Администрация же при этом не требует от подрядчика устранить имеющиеся недостатки на отремонтированном участке дороги, несмотря на то, что гарантийный срок еще не истек. Да и правда, в конце концов, бюджет — это всего лишь бумага, стерпит все. Так зачем тогда отнимать хлеб у дорожников? Инфопресс Если кто-то еще не в курсе, результаты голосования за символ России названы. Об этом в своем твиттере сообщил член общественной палаты Кировской области Николай Пихтин. Ранее организаторы конкурса заявили, что мечеть имени Ахмата Кадырова, сердце Чечни и Колумбинский Кремль признаются досрочными победителями. Кроме них в десятка победителей вошли Ростовский Кремль, Псковский Кремль, Кром, Петергоф, Мамаев-Хурган и скульптура «Родина-мать зовет», Кижи, Троица Сергеева Лавра, Озеро Байкал и Нижегородский Кремль. Так или иначе, как уточняют организаторы, по правилам конкурса места не распределяются. Между десятью объектами-лидерами каждый из них признается равноправным победителем конкурса. Хотя все знают, что кое-кто из равных все же равнее. Удачи в делах, это был Инфопресс с Игорем Рысевым. Инфопресс